Эту неделю политики назвали началом отсчета нового геополитического времени. Звучит, может быть, и громко, но не более громко, чем события, которые спровоцировали эти заявления. 26 ракет российского комплекса «Калибр» вышли с кораблей Каспийской флотилии, прошли над территориями Ирана и Ирака, сделали несколько разворотов и поразили 11 целей на территории Сирии. То есть речь идет о применении высокоточного оружия на расстоянии в тысячи километров. Ведь до сих пор американцы даже не принимали во внимание простую возможность, кто-то еще, кроме Пентагона, может заявить о господстве в воздухе. Причем не просто о господстве, а о возможности доставать террористов практически по всему Ближнему Востоку. Судя по заголовкам западной прессы, происшедшее вызвало в Вашингтоне скандал близкий к истерике. Сразу два комитета Конгресса объявили о начале расследования, как могла разведка недооценить столь активное и агрессивное вмешательство России в ход событий. И претензии конгрессменов сводятся к одному. У американцев огромная шпионская сеть. Доклады о том, что русские наращивают группировку в Сирии и всерьез намерены ударить по ИГИЛ, явно шли во все инстанции. Но в результате, заявляют источники и New York Times, и Washington Post, либо эти отчеты ложились под сукно, либо корректировались в угоду политикам. В результате заголовки типа «Все, что произошло, это поражение НАТО», самое мягкое, что вышло на неделе по итогу российского удара с Каспией по террористам. Мой коллега Михаил Акинченко смотрел видеозаписи пусков, новейшего оружия, их результатов и убедился, это не просто начало нового времени в борьбе с терроризмом. Короткий марш с севера на юг. К Грандскому побережью Каспийского моря четыре корабля российской флотилии подошли вечером во вторник. Короткая проверка систем, уточнение координат целей. И вот в ночном небе одна за другой вспыхивают яркие звезды. Всего за четыре дня это видео в интернете набрало свыше пяти миллионов просмотров. В 26 ракет «Калибр» на каждой до полутонны взрывчатки конечная точка Сирия, склады боеприпасов и горючего группировки «Исламское государство». Погрешность при попадании не более трех метров. Как говорят специалисты, такой снаряд можно положить даже в корточку. А то, что в российской армии умеют работать с ювелирной точностью, стало ясно после доклада министра обороны верховному главнокомандующему. По данным объективного контроля, все цели проуничтожены, гражданские объекты не пострадали. Результаты удара подтвердили высокую эффективность. Ракет на больших расстояниях, почти полторы тысячи километров. Мы знаем, насколько сложны операции подобного рода антитеррористические. И, конечно, подводить итоги еще рано, но то, что сделано до сих пор, безусловно, заслуживает высокой положительной оценки. И работа Министерства обороны в целом, и работа специалистов Генерального штаба, и тех наших офицеров, военнослужащих, которые действуют на месте. Конечно, особой благодарности заслуживают лётчики, которые работают в Сирии. И, как показала практика применения высокоточного оружия, моряки Каспийской флотилии. То, что мы провели эти стрельбы из акватории Каспийского моря на расстояние около 1500 километров восхоточным оружием и поразили все намеченные цели, Это, конечно, говорит о хорошей подготовке и предприятии оборонно-промышленного комплекса, и хорошей выучке личного состава. Чуть позже и чуть больше о применении нового оружия рассказали журналистам в Национальном центре обороны. Графики, детальные траектории полета ракет, точки попаданий и даже съемки из космоса. Российские военные не просто не стали засекречивать первое в истории боевое применение новейших ракет. Наоборот, казалось, старались рассказать обо всём как можно подробнее. На данном видеокадре вы видите пролёт крылатой ракеты комплекса «Калибр», который был наведён на пункт управления боевиков. В этом же районе уничтожен склад боеприпасов, который сдетонировал при попадании авиационной бомбы. До сих пор главным секретом российских ракет «Калибр» была их дальность. В официальных источниках указывалось всего 300 километров, и экспортные варианты, которые продавала наша страна, действительно дальше не летали. Американские эксперты небезосновательно полагали, что для себя российские оружейники делают другую модификацию. И в самых смелых предположениях говорили, что ракета, возможно, способна преодолеть вдвое большее расстояние. Километров 600-полторы тысячи стало для всех абсолютной неожиданностью. Джон, может быть, вы ответите на вопрос, как вы относитесь к новой тактике русских в стрельбе с военных кораблей? Ну, опять же, я не собираюсь. Я не могу подтвердить, что русские вообще это сделали. Но Москва заявила об этом? Я смотрел видео, и пусть лучше Москва говорит, что делают их военные. Нас больше беспокоит военная активность в Сирии, влияющая на группы, которые не являются ИГИЛ или ячейками Аль-Каиды. Вот так официальный представитель Госдепа, нисколько не смущаясь, прямо расписался в том, что штатовские военные не просто проморгали появление у русских новейших высокоточных ракет, но даже не смогли зафиксировать их вкус. Что из этого хуже для репутации Пентагона сказать сложно. Ведь даже курды, у которых из всех высокотехнологичных средств наблюдения, разве что смартфоны, и то смогли снять полет калибров в небе. А американцы с их спутниками и самым большим военным бюджетом в мире ничего не видели. Свою неуклюжую растерянность в Соединенных Штатах попытались прикрыть, как обычно, залпами из информационных орудий. На канале CNN запустили новость. Четыре российские ракеты не долетели до целей и упали на территории Ирана. Два официальных лица сообщили CNN, что несколько ракет, выпущенных с Каспийского моря и наведенные на цели в Сирии, рухнули на территории Ирана. Нам особо подчеркнули, сразу четыре ракеты не долетели до границы. В какой части Ирана они разбились, непонятно. Сообщений о жертвах нет. Известный факт. Если в американских средствах массовой информации ссылаются на официальные источники, не называя имен ведомств, значит доказательств просто нет. Так и оказалось. Ложью и частью психологической войны назвал сообщение CNN бригадный генерал иранских вооруженных сил Муса Камали. Его данные совпали с данными российских военных. Все ракеты миновали территорию Ирана, долетели куда надо и произвели нужный эффект. Причем не только среди террористов ИГИЛ, но и среди вашингтонских политиков. Американская газета The Daily Beast вышла с громким заголовком. Российская мегаракета потрясла мир. Ракеты, которые в Пентагоне обозначают кодом ССН-30, до 7 октября были практически неизвестны миру. Даже тем, кто близко знаком с военными возможностями России. Ракетный удар был абсолютно демонстративным. Во многих смыслах это было послание всему миру, но особенно Америке. О том, что некогда полуразрушенный российский флот снова в строю. И что путинские ракетчики теперь среди лучших в мире. Газетчики сравнили российский калибр по классификации НАТО называется «Испепелитель» со знаменитым «Томогатом». Сравнение вышло явно не в пользу последнего. «Хочу обратить внимание, что российские ракетные системы обеспечили поражение 11 целей 26 ракетами. То есть средний наряд получился чуть больше двух ракет на цель. У американцев обычно назначается на цель от трех до четырех ракет. То есть это говорит о том, что наши ракеты по степени надежности и точности попадания в определенной мере превосходят американские». Кроме того, в американском флоте крылатые ракеты несут крейсеры, эсминцы, подлодки водоизмещения минимум 9 тысяч тонн. Калибры же запускали в том числе из кораблей, чье водоизмещение не достигает и тысячи тонн. Вдруг выяснилось, что даже таким сравнительно небольшим, маневренным и недорогим кораблям вполне по силам тягаться с американским флотом. «Российский военный бюджет в 10 раз меньше американского. То есть мы не можем позволить себе, как Советский Союз, потратить все деньги налогоплательщиков, мы не Северная Корея, на вооружение. Поэтому у нас существует принцип разумной достаточности, и мы показали, что то, что мы тратим на вооружение, оно решает задачи, которые нам нужны». «На какой-то период, понятно, что не навсегда, но на какой-то период американский флот стал просто большим количеством плавающего металлолома и расходной статьей для бюджета, потому что его все равно надо содержать. Но адекватно ответить возле побережья Евразии он не может. И выполнить свою задачу возле побережья Евразии он не может». То, что и полторы тысячи километров для новой ракеты далеко не предел, сегодня уже ясно. Хотя почему должно быть иначе? Ведь даже предок калибра ракета «Гранат» еще в начале 80-х летала на 3000 километров. И российские оружейники 30 лет не топтались на месте. Впрочем, точные данные и военная тайна эксперты теперь лишь предполагают, что радиус действия калибра может быть не меньше 4000 километров. А значит, всего несколько катеров в Крыму и в Калининграде будут способны контролировать территории почти всей Европы и Ближнего Востока. Каспийская флотилия уже прикрывает и Ближний Восток, и значительную часть Азии. А наличие ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте позволит обеспечить безопасность восточных рубежей страны. Это крылатая ракета морского базирования. Она может исполняться в трех вариантах. То есть запускаться с надводных кораблей и с подпалубных универсальных вертикально расположенных пусковых установок. Она может запускаться с подводных лодок и она может применяться с многоцелевых истребителей. Вот типа Су-35 и МиГ-35. То, что ракета при этом летит на высоте всего 50 метров, погибая холмы и овраги, делает ее практически неуязвимой и для североамериканской системы воздушно-космической обороны Нарад. На ее создание для защиты от советских баллистических ракет с середины прошлого века США и Канада потратили триллионы долларов. Каждый год на Рождество радары этой службы внимательно следят за передвижением оленей упряжки Санта-Клауса и передают ее координаты американским детям. А вот крылатую ракету, которая способна нести и ядерные боеголовки, как оказалось, эта система обнаружить просто не в состоянии. На неделе в этом признался командующий воздушно-космической обороной адмирал Билл Гордни. Русские развертывают управляемые ракеты, которые очень точны и обладают очень большим радиусом действия до такой степени, что их дальняя авиация теперь может не покидать российское воздушное пространство и использовать обычные ядерные боеголовки против цели и критически важной инфраструктуры в Канаде, США и на северо-западном Тихоокеанском побережье. Это заставляет нас ловить стрелы вместо того, чтобы ловить лучников. Видимо, в этом и причина того, почему глава Пентагона Эштон Картер и вовсе назвал действия России угрожающими. Вряд ли, конечно, он имел в виду, что Америка ожидает нападения. Но те же европейские страны, которые до сих пор позволяют штатам размещать на своей территории ракетные комплексы, направленные против России, вполне могут задуматься и спросить, а так ли неуязвимы они перед возможным ответным ударом, как прежде убеждал Вашингтон. За четверть века, которые прошли после развала Советского Союза, правительство США привыкло к роли мировой империи, которая контролирует всех, а все делают то, что скажет Вашингтон, иначе санкции, вторжения, бомбардировки. А вот теперь России этого сказать нельзя, и Сирии нельзя. Американские власти осознали, что у них больше нет той власти, которая была, и они встревожены. Впрочем, в России подчеркивают, тем, кто не угрожает безопасности нашей страны, тревожится не о чем. Демонстрация военных возможностей – это скорее приглашение к сотрудничеству, предложение объединить усилия в борьбе с общим врагом – террористами группировки «Исламское государство». Мы собрали военных атташе и предложили им, всем нашим коллегам, кто так или иначе причастен к этой территории, к этой работе, дать нам, если у них, конечно, такие цели есть, дать нам цели для того, чтобы мы могли более эффективно, еще более эффективно, работать по подразделениям и лагерям ИГИЛ. Ну, правильно. Если они утверждают, что они знают ситуацию лучше, поскольку уже в течение более чем года работают на сирийской территории, кстати говоря, незаконно, я им об этом сказал, но если они работают и знают ситуацию лучше, то пусть дадут нам цели, которые они выявили за это время, и мы их отработаем. В Пентагоне пока делиться координатами цели отказываются. Впрочем, понемногу контакт между военными ведомствами двух стран все же налаживается. Представители американского и российского штабов по видеосвязи уже дважды обсуждали, как не мешать друг другу в небе при проведении операций против террористов. Кто знает, возможно, один из следующих разговоров будет о том, как друг другу помогать. Михаил Акинченко, Андрей Маслихов, Ирина Близнюк, Марина Доронина, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok